всем привет не так давно мне исполнилось 20 лет поэтому я решила записать видео 19 вещей которые я поняла за свои 19 лет первое и самое главное важная вещь которую я поняла это то что мама это самый главный самый любимый и самый самый родной крутой человек на земле мама это наше все маму нужно ценить любить потому что мама всегда рядом мама никогда не бросит и мама всегда поддержит тебя там где тебя другие не поддержат поэтому прямо сейчас встаньте поцелуйте своих мам скажите им спасибо что они есть вторая вещь которую я поняла это то что даже самые ужасные прыщи пройдут девочки и мальчики тоже если у вас сейчас на лице полный капец если у вас переходный возраст у вас высыпали прыщи не переживайте просто забейте все пройдет а пройдет пройдет третья вещь которую я поняла не так давно что бутылка вина на двоих тем более на троих это ничтожного это мало-мальски бутылка вина она существует для одного вот купил себе бутылочку вина и выпей ее один нужно ли с кем поделить и так четвертая вещь которую я поняла это то что в садике когда мы маленькие мы полные придурки нам выделяют целый час час из жизни когда мы можем поспать поспать и что делаем мы в садике мы бесимся во время сунчаса мы его используем не по назначению и это зря это зря это зря зря еще раз скажу это зря надо спать на сунчасе в детстве еще одна вещь которую я поняла это то что я просто ненавижу всякие пакеты чемоданы сумки коробки большие все что нужно носить руками куда-то далеко особенно в метро в час пик ненавижу ненавижу я поняла что никогда ни при каких обстоятельствах нельзя торопить события даже если тебе сейчас очень плохо и тебе хочется этот момент жизни промотать и быстрее чтобы все было хорошо не нужно торопить этот момент нужно понять для чего этот момент тебе был дан то есть это какой-то плохой опыт через который ты должен пройти чтобы стать сильнее я поняла что годам к 18 отношения с родителями кардинально меняются общение девочки допустим с мамой или мальчика с папой оно становится таким крутым вы начинаете общаться уже как друзья как подруги начинаете не знаю материться вместе обсуждать какие-то вещи некультурные неприличные и все это на ха-ха и это очень классно потому что в детстве тебя воспринимают все-таки как ребенка тебе нельзя то нельзя родители воспринимаешь так серьезно как будто это супер серьезные люди а на самом деле наши родители они такие же смешные как и мы это здорово у меня камера уже куда-то уползает еще одна вещь я так считаю не судите меня как бы против ни были родители но попробовать алкоголь не дай бог наркотики обязательно тусовки нужно лет в 15 в 16 я объясню почему очень много родителей запрещают детям по понятным причинам заниматься неполезными нездоровыми вещами и когда человеку исполняется 18 будь здоров мой песик и когда человеку исполняется лет 18 когда он заканчивает школу и уезжает в универ у него попросту сносит крышу и у меня куча таких примеров когда люди которых очень сильно жестко ограничивали в школе которые были отличниками и ничего кроме школы и дома у них не было у них сорвало крышу и сейчас это очень нехорошие люди то ли дело я и мои друзья которые начали тусоваться достаточно рано и попробовали алкоголь рано уже как универа у тебя пропадает желание набухиваться тусоваться до потери пульса тебе это уже не интересно тебе интересны другие вещи и поэтому вот я так считаю девятая вещь которую я поняла это то что практически наверняка нельзя знать в школе то чем ты захочешь заниматься по жизни невозможно найти себя когда тебе 16 лет к сожалению школа она нас очень сильно ограничивает в тех возможностей которые можно реализовать взять например youtube как много учителей вас учат тому как снимать ролики на ютюбе как зарабатывать деньги на ютюбе как можно стать успешным и крутым человеком просто через youtube десятая вещь в моем списке это то что очень важно с самого детства заниматься спортом и чем больше у тебя есть возможности заниматься спортом тем лучше для тебя во первых у тебя формируется здоровый дух когда ты в детстве занимаешься спортом наименьшая вероятность того что ты будешь курить пить и материться ты будешь здоровым человеком во вторых у тебя формируется осанка формируется вообще твое тело строение его если ты занимаешься плаванием то у тебя будут допустим большие плечи для мальчиков это классно если ты девочкой занимаешься гимнастикой или бальными танцами то ты будешь худенькой при том у тебя будут мышцы и это развивает тебя как личность дает тебе какое-то вдохновение что-то делать чем-то заниматься и вообще очень важно использовать любые возможности я даже не говорю сейчас о спорте просто хватать от жизни все что она тебе дает нельзя сидеть дома и убивать свое время в молодости нужно делать все самое-самое крутое все что тебе нравится нужно брать и делать находить возможности какие-то и просто покорять этот мир быть самым первым также я поняла что пожалуй ключевую роль в формировании личности в подростковый период жизни играют друзья не родители родители тебя могут учить одному как правильно все делать но придя в школу тебя окружают очень плохие люди которых воспитывают совсем по-другому и эти люди твои друзья и они показывают тебе что нужно делать как нужно к примеру курить как нужно пить и ты идешь с ними за компанией слава богу мне повезло в этом плане меня окружали всегда очень хорошие люди поэтому спасибо им за то какая я есть тринадцатая вещь которую я поняла это лучше попробовать и пожалеть чем не попробовать и жалеть что не попробовать из последнего я поняла что чего бы ты не хотел в жизни можно добиться всего если у тебя достаточно сильная внутренняя мотивация если у тебя достаточно знаний и ты знаешь то чего ты хочешь достичь у тебя есть цель и ты стремишься к ней то ты обязательно всего добьешься также важно сказать что мысли материальны и на эту тему я могу провести огромнейший монолог но этого я делать не буду я просто вам посоветую прочитать книгу секрет если вас это заинтересовало и вы поймете все сами и многие люди скажут что за бред это вообще полнейший бред те люди которые так считают они зачастую ничего не добиваются я в это верю я верю в то что мысли материальны и я просто беру и делаю так как написано в этой книге вот это не реклама это действительно хорошая вещь за девятнадцать лет я поняла цену денег я поняла как тяжело зарабатываются деньги как легко они тратятся и поняла как их нужно расходовать это важно потому что раньше я этого не понимала мама помнит также я поняла что самое крутое в жизни для меня это путешествие путешествие они меняют человека абсолютно ты узнаешь новых людей новую культуру ты видишь своими глазами нереальных красот места просто когда ты путешествуешь ты очень быстро взрослеешь ты очень быстро умнеешь мудреешь также я поняла что нужно есть чтобы жить а не жить чтобы есть многие люди находят свое удовлетворение в поедании пищи это неправильно правильно наслаждаться каждым кусочком быть благодарным за то что у тебя есть кусочек еды на столе я поняла что всегда 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 нужно иметь свое мнение нельзя слушать никого если ты постоянно слушаешь это мнение то в чем смысл жизни для меня смысл вообще жизни в том что ты сам должен все проверить должен найти ответ на любой вопрос сам никого не спрашивать доверять только себе иметь свое мнение на все и желательно уметь его доказать кажется я очень много говорила видео о благодарности потому что я поняла за 19 лет что очень очень важно быть благодарным за все за все что ты имеешь потому что очень много людей не имеет того что имеем мы а мы еще и жалуемся представьте сейчас голодного ребенка в Африке который умирает от жажды от голода и он худой скелетик и ему очень плохо а мы сидим в комфорте у нас отлично все со здоровьем у нас есть крыша над головой у нас есть еда питье и мы еще жалуемся на то что нам нужно идти на работу с утра и зарабатывать деньги я благодарна вам за то что вы посмотрели это видео и я надеюсь вы подпишитесь на мой канал оставите много комментариев расскажите своим друзьям про мой канал и мы будем все вместе смотреть мои видео иногда я вас очень всех люблю спасибо пока